Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Поссорились с девушкой? Из-за чего? Какие вот, ну, непосредственно ваши шаги были к тому, чтобы с ней поссориться? Какие ее? Общались, гуляли, лайкала сторис мои часто, показывая интерес, решил для себя прекратить все. Один раз погуляли, и как обычно в расчете было, и потом видеться. Ну, честно говоря, тут я не понял. Поднакомились мне 25 и 23. А что общего между вами? Что вас объединяло? Что вас связывало? Какой фундамент отношений? Говорила, что ей оказывают внимание другие. Тоже это она как-то в разговоре мельком сказала. И как вы к этому отнеслись? Увидел, как-то недавно она оставила лайки под видео девушек-блогеров. Было видео называлось так. Когда спишь с одним, получаешь подарки от другого, влюблена третьего, хочешь гулять. В четвертом переписываешься с бывшим, собираешься в ресторан с будущим. Второе. Ну, спали и спали, что теперь общаться, что ли, в каждой шутке, как говорится, доля правды. Ну, честно говоря, мне кажется, что это не обязательно что-то значит. Я больше, наверное, склоняюсь к тому, что сами ваши отношения выглядят как, ну, может быть, как что-то такое поверхностное достаточно. Вот. Без доверия, с чувством собственничества и, может быть, вот, с ярко выраженным таким гендерным компонентом. Вот. Когда люди, ну, вот, делают упор, в основном на, ну, на то, что, ну, на пол, то есть полоролевые отношения получаются, да? Вот. Это, на мой взгляд, очень сильно объединяет любое вообще взаимодействие, на мой взгляд, на мой взгляд. Любое взаимодействие это объединяет и делает его несколько узким, создавая большое количество моментов, где можно, вот, ну, найти конфликт какой-то. Вот. А, потому что, ну, вот, ну, смотрел видео, вот эти, ну, то есть, я, честно говоря, обалдел от того, что девушка, которая идет встреча, такое, свободно лайкает без стеснения. А, в чем, в чем проблема? То есть, ну, что такого-то здесь для вас? Я сделал скрины, а этих двух видео, поставленных под ними ею же лайком, не скинул их в личку. Зачем? Ну, я решил прекратить с ней общение, выступив инициатором. Из-за чего? Написал, под конец ей следующее. Плохо, жаль, что увидел только сейчас, это, ибо если увидел раньше, ничего не предлагал бы вообще, даже общаться изначально, когда, видимо, за спиной такой бэкграун, когда свободно лайкаешь, такое без стеснения. Ну, мне кажется, что вы даже не потрудились как-то понять девушку и спросить ее вообще, что вообще, что это на нее значит, вот то, что она делала. Из этого как-то вытекает, ну, на мой взгляд, немного, на мой взгляд, логичный вопрос, да, а интересно ли вам вообще девушка, ну, как человек вообще, она вам интересна, потому что обычно, если человек интересен, то как-то интересуешься тем, что он делает, да. А тут вот вы, как-то все, ну, все решаете, ну, самостоятельно, да, все решаете и как бы все, вот, то есть, ну, это, на мой взгляд, ну, как минимум вызывает вопросы, да, как минимум. Так, значит, потом уверенно читаешь, не требуешь достойного еще обращения, одним словом, фу, хорошо, что увидел, наверное, судьба этим самым знакомо отводит, показывает, что все, что он писал тебе, явно не для тебя это все совершает. Не очень понятно, 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 имея ввиду добиваться, надо понять поведение, действиями, поступками, что я, то, с кем она будет в безопасности, почему вы решили, что ей нужна безопасность? Вы это делали только как бы в корреляция с ее верностью вам, то есть, и при том, что вы погулялись в один раз, то есть, ну, вот. После этого она меня в ЧС добавила, ну, так она проигрывала, запомнилась еще до блокировки в последние несколько часов, написал ей Black Dutch, она залила у себя в сторис свою фотку, наложила стихи, ты сразу будешь мной окружен, сквозь все песни, будешь слышать мой голос, а сквозь самый любимый, какой-то детский сад с ее стороны, ну, здесь, на мой взгляд, вы обесцениваете ее способ обратиться с тем, что произошло. То есть, она таких принципов мировоззрения и себя обиженной почувствует, вы не знаете, каких она принципов мировоззрения, потому что вы сделали такой вывод, основываясь только на лайках видео. Это же не наговор с моей стороны, ну, вообще-то это как минимум додумка ваша. Я просто для себя понял, что это за девочка и решил от греха ретироваться, так сказать. Угу, я повторюсь, вы не поняли, вы сделали успешный вывод, да? В Телеграм переписку удалила, но написать я не могу, там не заблокировала, удалила лишь переписку. В функциях Телеграма опция удаления переписки BlackRock пользователя стоят по данным и нажать заблокировать не составляет труда. Какая-то с вами ее реакция. Вы пытаетесь девушку сейчас понять, а для чего, зачем? Так, блокировала бы уже везде, словно в зазорах, но не кажется, что я написал, действительно повелся, чтобы дать как-то демон меня написать, перетенцироваться, с чего вдруг она меня заблокировала. Ну, опять же, вы этого не знаете, зачем она? Так поступило, вот, вы, ну, вы не можете этого, вы не можете этого знать. Вот, поэтому, ну, на мой взгляд, вы снова занимаетесь, ну, додумкой. Вы снова здесь додумывается, на мой взгляд, вот. И, в общем-то, как бы, ну, вот, какие-то свои собственные переживания, вот, какие-то собственные свои страхи, ну, ваши страхи. Вы переносите на девушку, в данном случае, вот, и ее поведение. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это, так скажем, не совсем будет вам на пользу. Потому что, ну, по моему мнению, отношения все же устраиваются, когда люди пытаются друг друга понять. Да, вы можете не хотеть, вы можете не хотеть пытаться понять. Это, в общем и целом, ваше, ну, право. То есть, вы не обязаны, вы не обязаны этого делать. Да, это верно. Вот, а, ну, все же, вот, я думаю, что какое-то направление. К человеку, да, или на человека. Все-таки, вот, как, ну, как мне кажется, означает, что все-таки мы пытаемся понять. То есть, человек, вот, не делая поспешных выгодов. Вот. Ну, у вас, конечно, могут быть основания для этого, но тогда их нужно разобрать. Вот. Так, я ее лично нигде не блокировал, что за детский сад. Ну, это риторический вопрос. Так, расседай в раздумьях, еще можно задать вопрос, типа, кому-то этими блокировками хуже сделать хочешь. Сейчас, вообще, в последние дни смотрю сторис, в Инстаграм смотрят фейк какой-то появляется собачек. Притом, что раньше на протяжении всего времени фейковые аккаунты мои сторис не смотрели. Ну, я думаю, опять же, здесь, к сожалению, очень похоже снова на то, что вы подумываете. Ну, то есть, вы, конечно, извините, да, но есть ощущение, что вы не равнодушны к девушке, вот, есть такое ощущение. Есть ощущение, что, вот, все равно, как-то она вам, ну, знаете, ну, может быть, понравилась, может быть, как-то, вот, вызвала у вас чувства, вот, какие-то вызвала, вот, и так далее. То есть, есть ощущение, что вам больно, в общем, если это так, если это действительно так, на самом деле так, вот, то, чем быстрее вы это признаете для себя, тем будет лучше для вас, вот. Потому что, вот, есть ощущение, что, ну, к чему, с вашей стороны, да, вот, такая, такая внимательность, ну, к тому, что происходит, да, вот. То есть, ну, не случайно, это все, это все не случайно выглядит, по крайней мере, так, как будто все это не случайно, вот. Только вы, ну, как-то, не признаете в этом, вот, и, ну, заменяете одно другим, да, то есть, просто, опять же, вот, спросите себя, зачем? Зачем, вот, зачем вы пытаетесь понять девушку, вот, для чего, да, то есть, вот, ну, что вам это могло быть дать? Очевидно, что, ну, что какую-то цель вы преследуетесь, вот, очевидно, совершенно, ну, на мой взгляд, для меня это очевидно, вот. Что вы пытаетесь вот что-то для себя понять. Ну, я не говорю, что, что вы не должны ничего пытаться понять, я не говорю так. Но вам, на мой взгляд, нужно постараться быть максимально, максимально честным с собой, вот. чтобы не обманываться с одной стороны, и чтобы не, чтобы не тратить силы на что-то истощающее вас. Потому что, на мой взгляд, то, что, то, что вы делаете сейчас, вас очень сильно истощат, вот, на мой взгляд. Повторю. И психолог может помочь вам, вот, не истощаться, а, как, вот, ну, прожить, значит, для себя, да, вот, эти моменты. Ну, максимально, да, насколько возможно, безболезно, 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 вот. Не совсем понятно, какой вопрос вы, ну, хотите задать, вот. Потому что, ну, вы спрашиваете, в данном-то случае, такие вещи, да. на которые психологу отвечать не может, потому что вы хотите пояснения по поводу действий девушки. Вот, и, к сожалению, вот, к сожалению, комментировать и давать, вот, какую-то оценку действиям третьих лиц, да. А, вот, с точки зрения профессиональной этики, запрещено. А вот этика не позволяет нам это сделать, поэтому. А, надеюсь, что вы относитесь к этому с, ну, пониманием. Вот. А, на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Позволит вам сформулировать для себя базовые каких-то постелаты для психотерапии, например. Вот, чтобы не делать таких поспешных выводов. Чтобы устраивать отношения, действительно, с теми людьми, которые вам интересны, да. Которых вам хочется как-то вот изучать, хочется как-то познавать, да. Хочется как-то вот услугам, которые вас вызывают любопытство. Любопытство хотя бы. Вот. На мой взгляд, и на мой взгляд, вы этого достойны, на мой взгляд. Вот. И… Этого достойны, ну, не только вы. Этого достойны, любой человек, вот. Вы этого достойны, и девочка тоже. Этого достойна, вот. Поэтому я надеюсь, что психотерапия, да, позволит вам вот эту проблематику для себя как-то разрешить. И вы сможете взаимодействовать с партнером более эффективно, более качественно. И, ну, без каких-то вот недомолок, да, недосказанностей и прочее. Хотя, ну, понятно, что полностью, наверное, проблемы с бюджетом не получится, да. Но вот хотя бы, чтобы так, как вы описываете, да, чтобы таких моментов хотя бы не было. Потому что, ну, если вам человек не близок, да. То есть, если вам, ну, человек не интересен, да, такое может быть. Это нормально абсолютно, что вам не интересен человек, что вы рассматриваете его только в определенном контексте для себя. Это абсолютно нормально, на мой взгляд. Но тогда, в этом случае, я бы сказал, что ваша реакция последующая, ну, вот после того, как вот это все случилось, да. Она, она, она вот несколько не соответствует, на мой взгляд, тому, значит, как вы пытаетесь, ну, представить свои отношения с, ну, с ней, да. С девочкой, я имею ввиду, вот. А, и, и, вот так, ну, также хронология тут не совсем ясна, вот. То есть, сколько времени вы встречались, один раз вы погуляли, да, вот. Или все-таки, там, больше, вот, то есть, тут вот, ну, непонятно все это, к сожалению. Вот, и сначала надо это все прояснить. А, также, значит, какой запрос у вас к психологу в данном случае не совсем ясно тоже. Вот, поэтому, больше похоже, что вы, ну, просто жалуетесь, вот, просто жалуетесь на человека, который не повел себя так, как вы их хотели. Ну, вот, то есть, который нас как-то задел, да, ну, своими действиями, вот. Я думаю, что за этим, каким вашим поведением может скрываться, могут скрываться определенные проблемы. Всего самого доброго, удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова